Проект бюджета был опубликован 3 ноября. 20 дней шло его публичное обсуждение. Документ был открыт для внесения дополнений и предложений. С самого начала стало ясно, что он сохранил свою социальную направленность. Основным докладчиком выступала начальник финансово-казначейского управления Раиса Анашкина. Однако еще перед началом ее доклада глава района озвучил интересный документ. Постановление губернатора Московской области об утверждении результатов мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2014 год. Хотел озвучить эти результаты. Результат мониторинга оценки качества. И здесь присвоена первая, наивысшая степень качества управления муниципальными финансами в следующем районе. Волоколамский, Коломенский, Красногорский, Ленинский, Люберецкий и Одинцовский. Большую часть средств района в 2016 году и плановом периоде 2017-2018 годов предполагается направить на вопросы образования, культуры, спорта, ЖКХ и дорожного строительства. Бюджет сформирован в соответствии с нормами и требованиями Бюджетного кодекса России и 131-го федерального закона. Он опирается также на прогноз социально-экономического развития Одинцовского района. Общий объем доходов бюджета Одинцовского муниципального района на 2016 году составит 11 млрд 335 млн. рублей. В 2017 году 10 млрд 520 млн. рублей. В 2018 году 8 млрд 315 млн. рублей. Общий объем расходов бюджета района составит в 2016 году 11 млрд 605 млн. рублей, в 2017 году 10 млрд 519 млн. рублей, в 2018 году 8 млрд 313 млн. рублей. Бюджет 2016 года сформирован по программному принципу. Основная позиция – стремление к сбалансированному соотношению доходов и расходов муниципалитета и отказ от кредитного финансирования. Район не собирается жить в долг. А вот работа с налоговыми должниками усилится. Более подробно блоки бюджета, касающиеся образования, спорта, культуры и работы с молодежью, прокомментировали возглавляющий районную администрацию Татьяна Одинцова и заместитель руководителя администрации Виталий Савилов. Усилить контроль над расходами призвал председатель контрольно-счетной палаты района Евгений Овсиенко. Своеобразным итогом обсуждения стало выступление председателя комиссии по бюджету и налогам районного совета депутатов Нины Гинтовой. Более 73% очень существенная цифра расходов районного бюджета в 2016 год составляет объемы финансирования социальных отраслей. Считаю, что приобретенными должны оставаться следующее направление, то, что мы имеем сегодня для района. Обеспечение своей временности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. Концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Расширение объемов и улучшение качества муниципальных услуг, которые предоставляются населению нашего района. Предлагаю одобрить проект бюджета Одинцовского муниципального района на 2016 год и плановый приют в 2017-2018 годах с учетом предложений и доработок и передать его в Совет депутатов Одинцовского муниципального района для утверждения. Главным в бюджетной политике района в 2016 году станут дополнительные усилия по исполнению доходной части бюджета, а также жесткий контроль за его расходной частью. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.